Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Внезапно выбежала на дорогу. В поселке Даровской мужчина на газели наехал на свою полуторагодовалую дочь. Роковая рыбалка. Утонул на глазах своей дочери, 48-летний мужчина в Налинске. Просто! Ой, ой, что ты, господи. Четыре, четыре, четыре. Бегал от стражей порядка и скакал по машинам. Он говорит, я играю. Странные игры неадекватного пешехода заметили очевидцы на улице Ленинградской. В поселке Даровской мужчина на газели наехал на свою полуторагодовалую дочь. Девочка с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Подробности в рубрике «Обзор аварий». В поселке Даровской на улице Полевой водитель газели отъезжал от своего дома и не заметил свою полуторагодовалую дочь. Задним колесом он наехал на девочку, которая внезапно выбежала на дорогу. С открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребенка доставили в Кировский центр травматологии. Сейчас полиция проводит проверку. В Кирове на перекрестке Октябрьского проспекта улицы Молодой Гвардии мощно столкнулись Land Cruiser и Chevrolet Aveo. Судя по фото, Toyota ехала по Октябрьскому проспекту прямо, а Chevrolet по Молодой Гвардии. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и медики. На проспекте строителей столкнулись с мотоцикл и кроссовер Mitsubishi. Судя по повреждениям, мотоциклист въехал в заднее крыло иномарки. Данных о пострадавших нет. У перекрестка улиц Казанской профсоюзной в яму провалился белый Hyundai. Автомобиль получил повреждения. Возможно, кроме бампера есть и внутренние поломки, поэтому водитель иномарки решил зафиксировать это происшествие, чтобы потом обратиться в суд за компенсацией. Михаил Вагин. Место происшествия. Утонул на глазах своей дочери 48-летний мужчина в Налинске. Трагедия произошла 24 июня на рыбалке на реке Воя. Все подробности в рубрике «Сводка». 24 июня утром 48-летний мужчина утонул на реке Воя. В тот день он отправился на рыбалку, с собой взял маленькую дочку. Зайдя по пояс в воду, мужчина оступился и упал. Не справившись с течением, рыбак утонул. Его дочь была на берегу и не пострадала, но все произошло на ее глазах. По факту происшествия следователи начали проверку. Следственный комитет начал проверку по факту похищения и избиения 20-летнего Максима. Как в лихих 90-х молодые люди и девушка на Ладе Гранте похитили его из ночного клуба. Силой затолкали в багажник и увезли в поселок Садаковский. Там Максима избили и отняли вещи. Также компания беспредельщиков обвинила Максима в изнасиловании Марии. По словам потерпевшего, неприятели придумали все это, чтобы хоть как-то оправдать свой дерзкий поступок. Всех участников конфликта доставили в отдел полиции. Сейчас по факту незаконного лишения свободы, побоев и попытки разбоя, следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства. Виновным грозит уголовная ответственность. На улице Ленинградской очевидцы заметили неадекватного пешехода, который бегал от стражей порядка и залезал на припаркованные машины. Оказалось, что это тот самый 23-летний Сергей, которого уже задерживали полицейские. Немногим ранее, также на улице Ленинградской, он попался с подозрительным пакетиком. С трудом говорил и вел себя весьма странно. Подозреваемого в совершении тяжкого преступления разыскивают кировские полицейские. Молодому человеку на видео 20-25 лет. На руках у него были перчатки, которые он позже снял, как и черную кофту с капюшоном. Если вы узнали молодого человека, звоните по телефонам на экране. Ночью в центре города на улице Маклина очевидцы заметили лося. Лесной гость спокойно прогуливался по тротуару вдоль жилых домов. Так он дошел до Октябрьского проспекта. Лосенок-то небольшой. Да, маленький. Годовалый. На проезжей части лосенок встретил эвакуатор, через несколько секунд сообразил, что стоит свернуть и убежал в кусты. Позже он заметил, что его снимают на видео. Долго вглядывался, словно позировал на камеру. Затем отправился дальше исследовать город. Алина Котрихова, Павел Маслин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите далее. Ограбил женщину. Быстрее понятену, и так, быстро понятену, подошел, и пистолет не сдал. Налетчик в маске и с пистолетом выхватил сумку у женщины на улице Труда. Хотела покататься на ленд-крузере. Что, попала? Не, не, не. Да что такое? Ему сейчас ехать нужно. Я хочу сфотографировать, чтобы... Надо трогать ее. Ну, трогать не буду, но я ее сфотографирую. На улице Кольцова 21-летняя девушка разгромила пять автомобилей на парковке. Помощь в любой ситуации. ДТП-сервис – это независимая экспертиза. Оценка ущерба и качество ремонта. Юридические услуги. Установление вины в ДТП. ДТП-сервис. Гарантированное возмещение ущерба. 42-55-42. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Налетчик в маске и с пистолетом выхватил сумку у женщины на улице Труда. Все произошло рано утром, когда 52-летняя потерпевшая Ираида шла на работу. Впрочем, в этот день ей пришлось опоздать из-за объяснений полицейским. Все подробности в следующем сюжете. Быстренько натягивала и так, быстренько подошла и пистолет. Потерпевшая Ираида не на шутку перепугалась. На улице Труда к ней подлетел незнакомец в маске на лице, взвел пистолет и стал ей угрожать. Так оборачивалась. И достает пистолет, взводит его. И на меня наставляет. Я не знаю, настоящий. И настоящий. В то утро 52-летняя Ираида, как обычно, шла на работу. Она уборщица в местном отделении банка. Женщина заметила, как перед ней на тротуаре молодой человек в красной бандане наклонился, будто завязать шнурки. Но на самом деле в этот момент он присматривал жертву, а заодно оценивал, нет ли поблизости свидетелей. Я шла оттуда. Он так тихонечко пятится и туда, сюда, 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 глядывается, смотрит, есть ли народ или нет. И тут классика жанра – жизнь или кошелек. С последним она рассталась, не думая. С собой у Ираиды была сумка, в которой лежали документы, личные вещи и кожаные апартманы с деньгами. Скажите, а что в сумке находилось? Итак, паспорт. Потом, ну что там по мелочам. Грабитель в маске выхватил сумку из рук женщины и сбежал. В кошельке лежали 2750 рублей. На место потерпевшая вызвала полицию и подробно описала налетчика. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Алина Котрихова, Павел Москвин. Место происшествия. На улице Кольцова 21-летняя девушка разгромила пять автомобилей на парковке. Любимой машиной хулиганки стала черная Toyota Land Cruiser. Около часа девушка пыталась ее взломать. Камера видеонаблюдения зафиксировала все ее действия. Нашествие девушки Анны на парковку началось в три часа утра после ночного клуба. Сначала она попыталась открыть хотя бы какую-нибудь машину. Ходила по стоянке и дергалась в дверные ручки. Затем решила остановиться на Land Cruiser. Вскрыть автомобиль сразу не получилось. Девушка решила использовать подручные средства. Сходила, оторвала задний дворник у Салатовой Мазды. Но дворник ей мало помог. Тогда Анна взяла в руки камень. Затем еще несколько раз упорно девушка бросала камень в пассажирское окно и била палкой. Потом она бросила камень в лобовое стекло. Увы, камень отскочил. Но Анна не сдавалась. Она по-прежнему пыталась разбить окно. Но все это время камень отлетал в припаркованную Митсубиси. Спустя 20 минут, после почти 50 ударов, стекло на Land Cruiser треснуло. И у девушки появилась надежда, что она сможет покататься на внедорожнике. Вероятно, и у гонщицы удалось открыть пассажирскую дверь. Далее она перелезла на водительское место и открыла водительскую дверь. У Тойоты уже сработала сигнализация, но нарушительницу это не останавливало. С трудом, но Анна села за руль и тут же стала листать инструкцию к автомобилю. В надежде, что именно там ей расскажут, как завести внедорожник без ключа. После 10 минут чтения расстроенная девушка вышла из Тойоты и приключилась на соседнюю Калину, а потом и на Гранту. После взлома в Гранте девушка также сидела и читала инструкцию, как в этот момент на парковку в трусах выбежал владелец Гранты. Мужчина не понял, что происходит. Пока он соображал, Анна потихоньку ретировалась, а потом и вовсе побежала. Задержали Анну сотрудники Росгвардии на улице Московской. На вопросы она не отвечала. Вы повредили автомобили? Девушка? Чем они вам помешали? Посмотреть на разрушительницу автомобилей пришли и владельцы пострадавшей Гранты. Татьяна Александровна, жена водителя Гранты, в ту ночь не спала. Смотрела телевизор. Она первая услышала сигнализацию и вызвала полицию. Я просто телевизор смотрела, там просто в усадьбу идет. Я слышу, пикает-пикает. Что-то думаю, что такое. А потом муж-то пришел, кто-то в машине у нас сидит, у нас в балконе тоже все видно. Он-то подошел и говорит, девушка, вы что здесь делаете? И даже, да, я не слышу, она выскочила и побежала. Так-то что, не смотрели, не пропало что-нибудь? Вот я посмотрел, нет, ничего не пропало. Ничего не пропало? Она пошла, пустая пошла, как бы, ничего не пропало. Она пустая, не брала, не сфотографировано. Из машин задержанная Анна Подгурская ничего не похитила. Впрочем, серьезные повреждения получил Лэнд Крузер и Лада Гранта. Как стало известно, в ту ночь от действий Подгурской пострадали шесть автомобилей. Пять на Кольцово и один на улице Ломоносова. Неадекватную Анну доставили в Октябрьский отдел полиции. Сейчас по факту инцидента на парковке идет проверка. Возможно, кроме административного наказания за повреждение чужого имущества, девушке может грозить уголовная ответственность. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Отвлеклась на ребенка. На проспекте строителей камера зафиксировала, как женщина на десятке спровоцировала ДТП. Встал на встречной полосе. Что ты, дурак или что? Не, все по встречке едут. На улице Профсоюзной водитель грузовика торопился повернуть налево. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На проспекте строителей камера зафиксировала, как женщина на десятке спровоцировала ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На проспекте строителей женщина на десятке въехала в кроссовер «Рено». По словам автора видео, в десятке ехал маленький ребенок. Возможно, женщина отвлеклась на малыша, не заметила красный сигнал светофора и не успела затормозить. На улице Воровского в утренний час пик. Дорогу не поделили троллейбусы и ауди. Кто виноват, сейчас разбираются инспекторы. На перекрестке улиц Воровского и Конева гонщик на темном хэтчбеке не вписался в поворот. На улице Римма-Яровской начинающую водительницу на учебном автомобиле напугал нарушитель на внедорожнике. На улице Розликсембург дети опасно перебежали дорогу в неположенном месте. На улице профсоюзный водитель грузовика торопился повернуть налево и встал на встречной полосе. Михаил Вагин, место происшествия И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон, присылайте видео на наш электронный ящик mpkerovsobaka.inbox.ru Или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также следить за проектом вы можете в группе «Место происшествия ВКонтакте» или «Инстаграме» и «Телеграме». А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи!